Ваши первые впечатления, первые эмоции от прошедшего турнира? Я благодарен ребятам за игру, за содержание игры. Есть претензии по реализации моментов в первом тайме. Два момента в первом тайме, один момент во второй. Мичуренко один должен был решать судьбу на матче. К положительным моментам хочу отнести то, что вторую игру мы так стабилизировали более-менее линию обороны и вторую игру играем на ноль. Это положительный момент, так мы практически пропускали. Много пропускаем на объективные причины. А так, хорошая игра, хорошая игра, приличная команда, не случайно они идут в лидирующей группе. Но мы строго сыграли. Был один момент в первом тайме, когда Кулишев, два наших центральных защитника, немножко позиционно неправильно расположились, когда головой он бил, Федоров выручил. А так, хорошая игра с накалом борьбы, с самоотдачей, с хорошей. И в принципе и по содержанию были хорошие посылки у нас для быстрых. А так, здесь тоже немножко нам не хватало последней передачи, завершающего удара. А так, разгоняли атаки. Хотелось бы, чтобы еще более бедительно есть, над чем работать. Так, ребятам очень благодарен за проведенную игру. Пожалуйста, вопросы. Павел Пантерьевич, как оцените игру Рустамяна? Он появился сегодня впервые, с конца августа. Ну, с конца августа он появился впервые, по простой причине. У Рустамяна было инфекционное заболевание, и он больше месяца пропустил. Ждали, что он восстановится. Ну, скажем так, входить в такую игру не совсем просто. Тем более, молодой парень без особой игровой практики. Ну, надеялись на его скоростные качества. То, что у них и пара центральных Юрганов, и Байденков не очень быстрые. Да, и здесь вот мы на его скоростные качества рассчитывали все. Ну, вышел немножко, немножко стушевался. Немножко у некоторых там момент был, где он должен был. По выигрышу идти. Ну, так, в принципе, неплохо вышел. Неплохо, скажем так, для того, сколько он пропустил для отсутствия игровой практики. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо большое, Павел. Начинаем нашу после матча в пресс-конференцию. Ваше внимание, главный тренер футболитного Динамо Санкт-Петербург, Александр Точилин. Александр Васильевич, поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями о матче. Потом будут вопросы. Игра получилась такая, по-хорошему, боевая. Такая для команды, которые вышли. Наверное, может быть, не совсем игра получилась в плане эстетических моментов. Но такая получилась боевая, по-хорошему, мужская игра. Поэтому счет закономерный. И я думаю, что ничья более справедливый итог этой игры. Пожалуйста, вопрос. Александр Васильевич, с учетом вашей безвыигрышной серии и все-таки моменты сегодня были, тот же у Куришева в первом тайме, вы сегодня потеряли два очка, скорее? Ну, у Факева тоже были моменты. Правда, они тоже не использовали эти. Поэтому я еще говорю, результат, наверное, более справедлив. Меня больше радует то, что мы все-таки сыграли на ноль. Что у нас давно не происходило. Поэтому в этом положительный сдвиг есть. Ну, а то, что моменты мы не реализовали свои, это и есть одна из наших главных проблем. Пусть мы достаточно много забиваем, но если взять коэффициент реализации моментов, он у нас достаточно низкий. Поэтому в этом плане есть куда стремиться, есть на чем работать. Пожалуйста, еще вопрос. Александр Васильевич, Сольёв и Батюкин пропускали сегодняшнюю игру. Сказывалось их отсутствие? Ну, у нас любой игрок, который выпадает там, либо по трампу, либо по карточкам, его всегда не хватает. Потому что у нас, не могу сказать, что большая такая обойма футболистов, поэтому, тем более, эти футболисты, которых как раз такими более креативными качествами обладают, поэтому понятно, что их не хватило. Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.